Ребята, здравствуйте! И сегодня у нас с вами новая тема. Мы с вами будем сегодня искать экстремальные точки функции. Что же такое экстремальные точки функции? Экстремальные точки функции делятся на два вида. Это точки максимума и точки минимума. Давайте с вами посмотрим на какую-нибудь функцию. Допустим, график ее выглядит вот таким вот образом. И мы с вами должны обратить внимание на точки, в которых функция меняет свой характер. Сейчас мы с вами их увидим, ребята. Как раз таки вот эта точка, эта точка, вот эта точка. Так, а также вот эти точки. Это и есть экстремальные точки функции. Почему же они экстремальные? Да потому что, допустим, давайте мы их пронумеруем. x1, x2, x3, x4, x5, x6 и x7. Давайте посмотрим, как же себя ведет функция. Допустим, это у нас с вами график функции y равен f от x. Как же себя функция ведет на участке от x1 до x2. Мы с вами видим, что на данной территории у нас функция возрастает. А на участке от x2 до x3 у нас функция убывает. То есть она спускается вниз. Ребята, мы всегда смотрим с вами слева направо на все чертежи. Да, пожалуйста, даже не думайте с другой стороны смотреть. То есть запоминаем, как мы с вами пишем слева направо, как мы читаем с вами слева направо. Мы с вами не арабы, читаем слева направо, а не как они, да. Соответственно, слева направо, что мы видим? На участке от x1 до x2 у нас с вами функция растет, то есть она возрастает. А от x2 до x3 у нас функция убывает. От x3 до x4 снова функция возрастает. От x4 до x5 функция убывает. От x5 до x6 на этом участке у нас функция возрастает. И от x6 до x7 у нас функция снова убывает. Так вот, как раз-таки, те самые три точки, которые находятся у нас, так скажем, на вершинах холмов, да, это и есть наши с вами точки максимума. А точки Х1, Х3, Х5 и Х7, те самые точки, которые у нас располагаются в дне ущелья, так скажем, да, вот если мы по картинке посмотрим, то как раз-таки точки Х1, Х3, Х5 и Х7, они являются точками минимума. Ну, ребята, согласитесь, это очень даже логично. А все вместе, все эти семь точек, они называются экстремальными точками функции или экстремумами нашей функции. Так, ну и мы с вами понимаем, что Х2, Х4 и Х6 это точки максимума, ну и нижние четыре точки, это у нас с вами точки минимума. Так, ну а каким же образом искать эти точки? Давайте с вами возьмем сейчас, ну, во-первых, решим одну задачу, да, послушайте, пожалуйста, условие. Найти точку минимума функции, ну и дана нам с вами функция Y равен Х3, минус 15Х в квадрате и плюс 5. И необходимо нам с вами найти точку минимума. Точки минимума, как правило, ребята, обозначаются X, мин, точка минимума. Если бы нас с вами в этой задачке интересовала точка максимума, мы бы с вами записали X, max. Вот так. Да, ну в данном случае мы ищем точку минимума. Так, ну на самом деле, что мы точку максимума искали бы, что мы точку минимума искали бы, мы с вами в первую очередь должны отыскать производную данной функции. Давайте найдем ее. Y штрих, то есть производная нашей функции, чему же будет равна? Данная функция у нас с вами простая, давайте найдем ее производную. У х в кубе у нас производная равна 3х в квадрате. У минус 15х в квадрате у нас производная равна минус 30х. Кто не совсем понимает, что сейчас происходит, каким образом мы из данной функции получаем ее производную, пожалуйста, посмотрите наш ролик под названием «Поиск производных простых функций». И там сразу все станет ясно. Так, ну и у плюс пятерки производная равна нулю. Ну, значит, собственно, ну плюс 0 мы здесь дописывать не будем. Когда же мы с вами нашли производную нашей функции, мы с вами должны под пунктом номер 2, то есть первый пункт у нас с вами — «Поиск производной» у функции, если нам необходимо искать точку максимума или точку минимума. Второй пункт у нас — это мы должны нашу производную взять и приравнять к нулю, ребята. И решить вот это уравнение — это наш с вами пункт третий. Давайте же решим данное уравнение. Ну, во-первых, мы его можем целиком и полностью разделить на тройку. Мы получим х в квадрате минус 10х, все это равно нулю. Так, ну и теперь давайте решим это уравнение. Х мы вынесем за скобку, получим х минус 10 в скобке, все это равно нулю. А когда же у нас с вами произведение двух множителей равно нулю? Когда либо первый множитель, то есть х равен нулю, либо когда второй множитель, то есть скобка х минус 10 равна нулю. Ну и давайте приравняем тогда первый множитель к нулю и второй множитель приравняем к нулю. Х минус 10 равно нулю. Так, ну первый корень нашего уравнения мы с вами получили. Х равный нулю. Второй корень х равен 10. На самом деле, давайте еще раз пробежимся. В первую очередь мы с вами ищем производную, потом мы ее приравним к нулю, решаем данное уравнение. И полученные корни, х равные нулю и х равные десятке, это и есть экстремальные точки нашей функции, ребята. Но пока, к сожалению, не ясно, кто же из них точка максимума, а кто же точка минимума. Вот кого же из них записать в ответ, учитывая, что автор просил именно точку минимума найти. Ни в коем случае не рассуждаем следующим образом. Типа того, что 0 меньше десятки, поэтому точка минимума. А десятка больше нуля, соответственно, это точка максимума. Нет, это правило не работает. Вот это самая распространенная ошибка. Пожалуйста, рассуждаем не так. Мы с вами должны изобразить числовую прямую. Так, это у нас ось Х. Берем, отмечаем эти наши две экстремальные точки. Точку 0, естественно, она левее. Точка 10, она правее у нас, так число 10 больше нуля. Да, 3 дуги мы с вами чертим. Ну а теперь давайте же мы посчитаем, ребятки, с вами значение производной. Так, значение производной. То есть мы с вами будем подставлять именно вот в это вот выражение, в нашу производную. Давайте мы возьмем с вами любое число, ну, допустим, из промежутка от нуля до десяти. Пятерку, допустим, возьмем. И давайте подставим. 5 в квадрате. Это у нас с вами 25. 25 умножаем на 3, получаем 75. И минус 30 умноженный на 5, минус 150. То есть 75 минус 150 мы в результате получили минус 75. То есть при х, равном пятерке, производная у штрих равна минус 75. Значит, мы поставим знак минус вот сюда, вот в этот промежуток. То есть этот промежуток у нас с вами заслужил знак минус. Ну и так как у нас происходит вечное чередование, сейчас мы поймем, почему у нас происходит вечное чередование знаков, да, то есть если тут минус, значит по краям у нас будут стоять знаки плюс. Но, ребята, вот эти плюсики нам говорят о том, что если мы будем подбирать значение х из правого промежутка, либо из левого промежутка, то значения производной будут получаться положительными. Ну, положительные числа, это все числа со знаком плюс, да, поэтому, собственно, эти промежутки у нас заслужили знаки плюс. Так, ну и давайте мы возьмем, допустим, под х в нашу производную подставим число 15. 15 в квадрате, это будет 225, умножаем на тройку, получаем 675 и минус 30 умноженное на 15, это минус 450. То есть 675 минус 450, мы получаем плюс 225, да, и мы убедились, что значение производной при х, равном 15, значение производной у нас положительное. Вот почему здесь стоит знак плюс, да. Ну и если мы возьмем с вами под х, подставим в производную, мы всегда подставляем, под х мы возьмем число, допустим, минус 5, мы подставим, да, скорее всего у нас должен получиться знак плюс. Проверяем. Минус 5 в квадрате, это будет плюс 25, 25 умножаем на 3, это будет плюс 75, и минус 30 умноженное на минус 5, это плюс 150. Плюс 75, плюс 150, мы получили плюс 225. Вот почему, собственно, и стоит тут знак плюс. В одном из наших роликов под названием «Взаимосвязь функции и ее производной» мы уже с вами обсуждали тот факт, что когда у нас с вами производная положительна, то функция на этих участках, на этих промежутках у нас возрастает. Поэтому мы можем смело над вот этим промежутком плюсовым поставить стрелочку вверх, и над промежутком от 10 до плюс бесконечности также мы поставим стрелочку вверх, так как когда производная у нас положительная, то функция возрастает на этой территории. Когда у нас производная отрицательная, а она у нас с вами отрицательная на промежутке от 0 до 10, значит, на данном промежутке у нас с вами функция убывает. И какую же мы с вами тогда получаем картинку? Если мы возьмем, допустим, изобразим систему координат, ребята, вот мы видим 0 точку, вот видим десятку, то есть функция от минус бесконечности до нуля, она у нас с вами возрастала. От нуля до 10 у нас функция убывала. Вот, напротив десятки она перестала убывать. Почему? Потому что после десятки у нас функция начинает снова возрастать. И что же мы видим? Мы видим одну вершинку холма и видим одно дно ущелья, так скажем, да? Вот, так как раз-таки вот эта верхняя точка, которая соответствует нулю, это будет у нас с вами точка максимума, потому что вот они, точки максимума, они у нас с вами сверху, да? Это вершинки скал, так скажем, вот. И вот эти самые днища, которые снизу, это и есть точки минимума. То есть десятка у нас с вами будет точкой минимума, то есть это x, min, вот, а 0, это будет точка максимума. Ну и поэтому в ответ, ребята, мы с вами запишем десятку, потому что это и есть точка минимума, как и просил у нас с вами автор. Так, вот так по такой схеме мы ищем экстремальные точки и выясняем, когда же у нас функция возрастает, когда же она убывает. Вот, и, соответственно, те точки, которые находятся у нас с вами на стыке с возрастания на убывание, вот, с возрастания на убывание, это у нас с вами точки максимума. А те точки, которые располагаются на стыке с убывания на возрастание, или вот здесь как точка x3, то есть функция убывала, а потом передумала в точке x3 и начала возрастать. То есть это у нас с вами будут точки минимума. Ну а на этом у нас с вами, ребята, все. Если остались какие-то вопросы, пишите, будем рады прокомментировать. Всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok